Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, Наступят такие времена, когда религия ислам вернется чуждой, так же, как она пришла в начале, чуждой. Ислам начался чуждым, и он вернется таким же чуждым, каким он был в самом начале. Чуждый не означает странный. Чуждый не означает нечто, что за пределами этого мира. Чуждый означает общество, в котором вы живете. Когда люди думают, что эта жизнь содержит конкретные вещи и конкретную цель. Но ислам вернется с истиной. И все будут думать, что сам по себе ислам и его последователи придерживаются очень странного пути. Но Пророк, мир ему и благословение, сказал, он не странный, он чуждый. Чуждый для людей. Сами люди выпадут из внимания. Тогда как последователи и приверженцы этой религии будут оставаться во внимании. Как к молодежи, я обращаюсь к вам со следующими советами, иншаллах. Даже несмотря на то, что осталось две или одна неделя до наступления Рамадана, вещи, что мы видим в Рамадан или пост, это исключительная искренность. И в этом заключена идея быть чуждым, отличающимся от всего остального мира. Наш Пророк, мир ему и благословение, сказал, «И благая весь чуждым». Братья в исламе, когда вы чужды, вы совершаете конкретные поступки, которые крайне отличают вас от окружающих вас людей. Когда вы просыпаетесь ночью в то время, как люди должны спать, вы чуждый. Когда вы говорите о довольстве Аллаха, Святу на Велик, и избрании Его вашей целью, вы чуждый, потому что все остальные берут своими целями иные вещи. Аллах сказал нам в Коране, «Скажи о Мухаммад, мир ему и благословение, что, собственно, является неоспоримым фактом, что это Аллах, который должен быть твоей исключительной целью». Когда всякий берет что-то иное в себе в цели, их страсти могут быть их целью, их богатства могут быть их целью. Вид отношений, от которых они зависимы, могут быть их целью в жизни. Определенная работа, которую они достигли, может стать их исключительной целью в жизни. И множество иных целей. Это сорт людей. Не избирают Аллаха, Святу на Велик, своей основной целью. Что я имею в виду? Да, мусульмане могут иметь работу, или взаимоотношения, или что-то иное в этом роде, представляющее основную цель в их жизни. Однако это не должно быть до выбора в качестве своей цели Аллаха, Святу на Велик. Я расскажу вам, что произойдет с людьми, которые выбирают иные вещи своей основной целью и исключительной задачей. И забудут про то, что Аллах, Святу на Велик, и их будущая жизнь являются их целью. Что произойдет с такими людьми? Когда человек сделает свою семью, к примеру, своей исключительной целью, или свою работу своей исключительной целью, и в один день он потеряет свою работу, или член его семьи умрет. Что произойдет с таким человеком, который потеряет свою исключительную цель в жизни? Он станет самоубийцей. Он станет несчастным. Он будет чувствовать себя так, как будто нет больше вообще причин жить. Он потеряет свою цель и свой путь в жизни, потому что пропадает его исключительная цель. Когда молодые люди, к примеру, делают своей целью, например, свои мышцы, они хотят пойти в спортзал, иметь определенную фигуру, определенный образ внешнего вида, они делают это своей целью. И все вращается вокруг этого. Их намаз становится вторичным. Их пост становится вторичным. Их родители, ко всему прочему, становятся вторичными. И если они не совершат тренировку вовремя в спортзале, как обычно, тогда для них это как потеря. Вы можете обнаружить, что такие люди иногда становятся самоубийцами. Этот человек становится несчастным, гневающимся на своих родителей, гневающимся на своих детей, если они у них есть, гневающимся на братьев и сестер, гневающимся на общество, гневающимся на сам ислам, потому что они твердят себе, почему эта молитва мешает моей цели, почему этот пост отвлекает меня от моей цели. Братья в исламе, когда человек выбирает иное, помимо Аллаха, Свят Он и Велик, в качестве своей цели, то вот таким становится положение этих людей. И когда человек выбирает других, в качестве образцов для подражания, помимо Пророка, Мирьемое Благословение, когда их образцы для подражания, кого они выбрали вместо него, подводят их, они также становятся несчастными. Братья в исламе, когда Аллах, Свят Он и Велик, создал нас, Он вложил в нас нечто особенное, и Он оценил тебя за это. Вещь, из-за которой Он нас оценил, является причиной, по которой Он приказал ангелам пасть ниц перед вашим отцом Адамом, мир ему, и в конечном счете пасть ниц перед нами, а Иблис отказался, потому что Он знал вашу ценность. Этот дух или душа, которую Аллах, Свят Он и Велик, поместил внутрь нас, она делает вас бесценными, и она нуждается в подпитке, и эта душа имеет лишь одну цель. Аллах создал ее, чтобы иметь очень сильную связь с Аллахом, с ее Творцом. Когда мы подпитываем душу, мы подпитываем нашу связь с Аллахом, Свят Он и Велик. Когда мы подпитываем душу, тогда, что бы вы не потеряли в своей жизни, ваше здоровье, ваше богатство, ваше отношение с кем-либо, с некоторыми членами вашей семьи, которые умерли, образование которого вы не добились, согласно вашей цели, тогда вы знаете, что всегда можно что-то наверстать. И эта душа, это рух, когда вы забываете о ней, душа начинает плакать, скучать и говорить, «Куда ты меня ведешь? Почему ты не подпитываешь меня? Почему ты думаешь лишь о своем теле и своих страстях и забываешь обо мне? Почему ты думаешь лишь о своем разуме и забываешь обо мне? Почему ты думаешь о том и этом и забываешь о вещах, что связывают тебя с Аллахом, Свят Он и Велик? И когда человек становится нездоровым, к примеру, и не подпитывает свою душу, что с ним происходит? У него пропадает терпение в этот момент. Они начинают гневаться на самых любимых людей и начинают обвинять самого Аллаха, Свят Он и Велик. Братья в исламе, мусульмане чуждые. И чуждость означает, когда все следуют некоторым иным целям, ты следуешь исключительной цели, которая принесет тебе счастье в этом мире, а также в будущей жизни. А счастливить вашу душу является крайне важной целью, которая связывает вас с Аллахом, Свят Он и Велик. Субтитры создавал DimaTorzok